Интеграция Армении в ЕС на зло России идет полным ходом. Даже успели принять декларацию. Все произошло в ходе форума «Стратегическое будущее Армении и Армении Европа», который состоялся 9-10 ноября в Брюсселе. В мероприятии принимал участие секретарь Совбезера Армен Григорян. В тексте декларации отмечается, участники форума объявляют стратегической перспективой интеграцию Армении в Европу. О какой перспективе, учитывая бездарность соседней нам страны для Запада, непонятно, но страны планируют поддерживать, помимо всесторонней интеграции, еще двусторонний взаимовыгодный обмен, а также намереваются развивать ведущие инновационные технологии. Будет произведен обмен бизнес-культурой, опытом и навыками, выход армянских производителей на европейские рынки и расширение притока европейских инвестиций в Армению. Напомним, что Армения целиком и полностью зависит от России и подачи к Москве, и данный шаг непременно нацелен на то, чтобы снизить эту зависимость, обещая Еревану богатства, которые не дадут в Кремле. Особенно все подпитывается тем, что в документе также содержится требование к властям Армении выйти из состава ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и продолжить отношения с Россией исключительно в двустороннем формате. В сфере безопасности путь Армении, евроатлантическая интеграция, развитие двусторонней или многосторонней всеобъемлющей безопасности и военного сотрудничества со странами НАТО, а также с Индией. В связи с этим мы приветствуем уже налаженное сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с Францией, Германией, Нидерландами, Литвой, Чехией, а также с другими странами, исповедующими демократические ценности, включая Индию, Южную Корею, Японию и другие, говорится в декларации. На этом фоне армянский премьер Никол Пашинян уже начал выдавливать из страны российский бизнес, поворачиваясь спиной к Кремлю. Недавно, кстати, Пашинян на закрытой встрече с участием экспертов и представителей некоторых информационных платформ и пропагандистских СМИ заявил о смене внешнеполитического вектора, отметив, что больше не будет участвовать в работе ОДКБ, а также СНГ. В данный момент Ереван ищет замену этим структурам, ведь есть много интересных обещаний со стороны западных партнеров по различным направлениям. А Москва уже неинтересна. Впрочем, это далеко не первые и не последние шаги армянского правительства. Сейчас основная внутренняя идея Пашиняновской стратегии в отношении ОДКБ и России состоит в том, что нужно воспитать армянское общество в ненависти к России, и результаты собственной политики объявить результатами российского предательства. Хотя в действительности Пашинян и его команда несут полную ответственность за ту катастрофу, которая постигла Армению в 2020 году и продолжает постигать ныне. Пашинян на это работает, но ему все равно, потому что он полностью зависит от внешних сил. Таким образом, последние действия армянского руководства демонстрируют, что сохраняется в силе прежняя концепция работы администрации Пашиняна. Суть ее такова и интересы Армении ничто, их можно приносить в жертву, главное нанести как можно больший ущерб России в той или иной области. Остается лишь ждать, когда Россия сама разберется с Арменией. В армяно-российских интересах присутствует изъян, это перманентное предательство армянами российских интересов. Причем этот фактор является постоянно присутствующим в этих отношениях.